здравствуйте друзья хочу вас познакомить с рецептом приготовления бастурмы то есть вяленого мяса обязательное условие бастурмы это говядина говяжье мясо у меня в частности мясо как с задней части туши которые находятся между лопаткой и хребтом я называю это качалочка это качалка или вырезка можно кстати использовать любую часть мякоти там где находится минимальное количество жил это первый момент второй момент необходимо контролировать при самой засолке чтобы толщина мяса которого засаливается не превышала 5 6 сантиметров если она превышает лучше конечно взять его и разрезать на необходимую толщину для того чтобы хорошо просолилась итак друзья как я обещал я буду рассказывать про нюансы тонкости так называемые подводные камешки приготовлении того и нольного блюда ну вот сейчас нюанс будет касаться конкретно бастурмы нюанс заключается в том что мясо должно быть ферментированное то есть после забоя животного парное мясо нам не подходит то есть уровень кислотности так называемый ph который содержится в свежем мясе он нам не подходит то есть нам необходимо мясо которое после забоя будет выстояна при температуре от одного до четырех градусов минимальное количество времени это одни сутки то есть поэтому если вы не уверены в магазине том котором вы берете в своем мясе я вам рекомендую взять в холодильнике герметичной упаковочке подержать свое мясо сутки так что мы делаем дальше берем нитритную соль и берем вот такой агрегатик который называется tenderizer он предназначен для отбивания мяса для размягчения мяса в любом классическом рецепте приготовления бастурмы необходимо накалывать мясо шпажками спицами или еще чем-либо для того чтобы соль поваренная в последующем лучше проникала а нитритная соль еще он имеет большой плюс она препятствует размножению вредных всяких микроорганизмов первую очередь это бутулинуса то есть увеличивает срок хранения вот в данном случае берем ее немного присыпаем втираем переворачиваем с обратной стороны делаем то же самое вот и начинаем его пропекать переворачиваем с обратной стороны делаем то же самое все готово соль убираем в сторону что делаем дальше берем соответствующую емкость берем обычную поваренную соль вырастает очень недорого делаем подложку хорошему соли не жалеем соль должно хорошо закрыть все дно так что делаем дальше я разрезаю свои куски посередине на два куска и выкладываю в емкость смотрим так чтобы не соприкасалось со стенками второй кусок делаем абсолютно аналогично вот так смотрите у меня остались зазоры между ними в эти зазоры обязательно нужно хорошенечко просыпать солью все и теперь засыпаем полностью все солью и так соль мы это засыпали полностью проверяем еще раз чтобы не было соприкосновения со стенками если есть такое соприкосновение то берем вот ножичком и аккуратненько отодвигаем и соль сюда соответственно еще засыпаем у меня в частности это не нужно потому что емкость большая все хорошо распределилась все что делаем дальше ставим в холодильник на трое суток перемешивать переворачивать не нужно я использовал сейчас использую два килограмма 400 грамм мяса и сюда засыпал 3 килограмма соли все встретимся через трое суток итак друзья прошло трое суток с момента нашей засолки вот я достал уже из холодильника данное мясо что мы сейчас делаем вытаскиваем из соли обратите внимание влаги здесь находится немного из количества соли вполне достаточно для того чтобы эту влагу всю вытащить вот ос очищаем от основной соли перекладываем в емкость вот она уже поменяла цвета стала была более темная стала более твердая так это соль нам больше не понадобится мы ее выкидываем что же сделаем значит промываем под проточной водой хорошенечко и ставим вымачиваться на 4 часа обычно рекомендуют вымачивать три часа то есть одни сутки один час я предпочитаю вымачивать 4 часа чтобы не было таким соленым вот если вы не под проточной водой вымачиваете а наливаете меняете воду то менять надо раз в 20 в 30 минут и так прошло 4 часа что мы делаем дальше берем вот такой хэбэшный канатик кстати рекомендую брать именно хэбэшный канатик а не вот такого плана льняную или пеньковую веревку почему потому что это экологически чистая веревочка и она не оставляет абсолютно никаких запахов то есть это пищевая веревочка отмеряем берем вот такую спицу и продеваем этот канатик в мясо продели теперь подвешиваем на один час для обсыхания нитку продеваем с толстой стороны почему когда будет мясо терять влагу то есть подсыхать влага будет вниз стекать и будет более равномерно высыхать сам весь кусочек мяса итак через час возвращаемся итак наше мясо уже подсохло что мы делаем дальше берем салфетки выстилаем дно нашей емкости потом берем мясо и промокаем остаток влаги после этого выкладываем в емкость готово теперь стелим сверху также салфетки бумажные берем вот такую дощечку для равномерного прижатия и сверху вложим груз у меня он 7 килограммов для чего это надо нам за ближайшие сутки необходимо максимум вытянуть влаги нашего мяса то что осталось все теперь вот это вот вложим в холодильник на сутки и завтра продолжим итак прошли сутки открываем контейнер достаём груз достаём дощечку снимаем салфетку влага за эти сутки с мяса перешла сюда достаём наше мясо мясо видите за эти сутки стало более плоское довольно неплохо влаги с него выжило что делаем дальше берём и подвешиваем на крючках в тёплом сухом проветриваем помещение зимой это можно использовать кухню летом можно использовать балкон закрытый но главное условие надо помнить чтобы не было прямых солнечных лучей да ну летом ещё желательно использовать всё таки марлю для того что всякие насекомые не садились на наше мясо всё встретимся через трое суток итак друзья приступаем к следующей части приготовления нашей бастурмы это приготовление обмазки используйте всегда качественные проверенные специи которые лучше покупать или на рынках у проверенных продавцов или в хороших качественных интернет магазинах крайне не рекомендую использовать специи купленные в обычных супермаркетах у меня лично было несколько таких печальных опытов когда приходилось после всего брать сошкрябывать свою обмазку и идти на базар покупать нормальные специи и потом делать по-новому итак приступаем к приготовлению состава обмазки что нам для этого нужно значит я говорить буду пропорцию на 1 килограмм мяса у меня в частности сейчас будет обрабатываться 2 килограмма мяса поэтому будем пропорцию умножать сразу на 2 значит что нам для этого необходимо на 1 килограмм мяса пол чайной ложки зиры шамана три чайные ложки четыре чайные ложки паприки красной пол чайной ложки паприки копченой черного перца пол чайной ложки 1 четверть чайной ложки перца душистого молотого 1 чайная ложка кориандра 2 чайные ложки чеснока молотого, 1 чайную ложку сумаха, 1 четверть чайной ложки уцхасунели. Итак, вот у нас получившаяся смесь. Что делаем? Хорошенечко перемешиваем ее. И на 1 килограмм мяса нужно в нашу обмазку добавить 1 чайную ложку обычной поваренной соли. Кстати, еще пару нюансов. Почему я не использую муку в приготовлении обмазки? Потому что мука дает свой привкус. Следующий момент. Соль. Почему мы сюда добавляем? Если мы сюда не будем ее добавлять, то наше мясо, особенно сверху, там где обмазка, многие любят кушать именно с обмазкой, оно будет пресной. Вот. Мы вымачиваем наше мясо. У нас мясо будет хорошее, нежное, не пересоленное. Поэтому мы обмазку подсаливаем. Специи все добавлены. Вот так вот выглядит сухая смесь. Она имеет такой светло-бурый цвет. Ну, не переживайте, это сейчас все изменится. Что делаем? Начинаем сюда наливать водичку отфильтрованную. Задача добиться консистенции жидкой сметаны. Итак, вот что у нас получилось. Видите, какая она по консистенции? Как жидкая сметана. Пускай это вас не смущает. Мы сейчас это все ставим в холодильник на один час. В течение часа специи, которые там имеются, в первую очередь это чаман, фенугрек или пожитник, они разбухнут, и консистенция у нас поменяется, она станет более густой. Возможно, даже еще придется разбавлять водой. Все, встретимся через час. Итак, друзья, прошел час. Достала нашу обмазку, вот что получилось. По консистенции, как и сказал, она загустела. Ее надо разбавить еще немножко водой, для того, чтобы можно так было лопаточкой нормально нанести на наше мясо. То есть, чтобы оно не было и густой, и чтобы оно не было и жидкой, чтобы не стекало. Итак, готово. Вот она такая по консистенции. Напоминает густую сметану. То есть, оно будет и хорошо мазаться, но одновременно не будет отставать, и не будет стекать с нашего мяса. Ну что, берем мясо и приступаем к обмазке. Вот такое мясо получилось после трех дней завялки. Вот такое, темно-бордового цвета. Весьма эластичная. Довольно-таки упругая и тверденькая. Все, приступаем по очереди. Итак, вот такая вот получилась. Ух, красота-то какая! Лепота! Обмазали хорошенечко, тщательно со всех сторон. Что делаем дальше? Дальше вешаем сушиться. Опять же, на той же самой кухне, то есть в теплом, проветриваемом, сухом помещении на три дня. Итак, друзья, приступаем к последнему этапу приготовления нашей бастурмы. Я вот бастурму уже высушенную вярилась и подсыхала она ровно трое суток. Я ее уже снял. Вот так вот выглядит уже в окончательном состоянии. Очень упругая, тверденькая. Что делаем дальше? Срезаем вот эти веревочки. Значит, берем наш вакууматор. У кого нет вакууматора, можно использовать обычный зип, к примеру, пакеты. Или хорошие, плотные, там, полиэтиленовые кульки. И главное, выжать с них максимально воздух, да, и герметично закрутить. Ну, вакууматор для этого подходит оптимально. И кидаем упаковочку. И так, вот оно загерметизировалось. Так вот оно выглядит. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас это все уложим в холодильник хотя бы на двое-трое суток. Для того, чтобы в мясе снять закалку, так называемую. Что такое закалка? Закалка, если вот сейчас мы ее разрежем, увидим, что верхние слои мяса наиболее сухие, а внутри более влажные. То есть, закалка в вакууме или в герметичной упаковке в холодильнике в течение нескольких суток позволяет нам убрать эту закалку. То есть, мясо равномерно становится мягким. То есть, влага равномерно расходится по всему мясу. Специи равномерно проникают во все мясо. Все уложим сейчас в холодильник и встретимся через пару суток. Итак, друзья, прошло трое суток с момента нахождения нашей бастурмы в вакууме в холодильнике. Теперь пришло самое время это все попробовать. Вот так выглядит мясо. Приобрело такой немножко блестящий цвет в обмазке. Прекрасно пахнет. Ну, теперь попробуем, разрежем. Вот так вот оно выглядит на разрезе. Видите? Закалка все хорошо прошла. Мясо равномерное. Мясо нормально, хорошо пропитано. То есть, и по цвету, и по консистенции, и по цвету оно все одинаковое. То есть, это говорит о том, что и просолилось, и проверилось мясо хорошо. Ну, теперь сейчас попробуем. Нарезаем тоненько. Вот так вот выглядит оно. Это просто праздник какой-то. Отличное мясо. Хорошо провяленое. Специи самый раз. То есть, нет преобладания какой-либо специй. То есть, все они чувствуются. И острота чувствуется. И насыщенные специями. Мясо получилось, я вам скажу, такое несоленое. То есть, его можно есть даже не только к пиву, а и просто так вот грызть бутерброды или перекусы. Я знаю, некоторые даже с кофе его с утра употребляют. Еще, друзья, маленький нюанс по поводу хранения. Значит, хранить в такой вакуумной упаковке в холодильнике, можно полгода, если в морозильной камере можно хранить один год. И одно слово по поводу выстаивания в вакууме. Я вам скажу, что по собственному опыту исходя, у меня самая вкусная и самая ароматная бастурма была. Та, которая в холодильнике в вакууме у меня где-то пролежала месяца полтора примерно. То есть, там вообще была бомба. Поэтому, по возможности, давайте выстояться. Три дня это минимальное количество. По возможности, давайте выстояться и больше. То есть, чем оно будет больше выстояно в холодильнике, тем оно будет вкуснее и ароматнее. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok